Центральный стадион всегда являлся визитной карточкой Курганской области и города Кургана. Это стадион, на котором проходили все самые значимые мероприятия. В прошлом году была проведена его реконструкция. Работа достаточно сложная, потому что реконструировать гораздо сложнее, чем строить что-то новое. Были достаточно сжатые сроки. К реализации проекта приступили в конце июля прошлого года. В результате работ было поменено все асфальтное покрытие. На мой взгляд, результат был у нас удовлетворительный. Я бы даже, наверное, сказал, все-таки хороший. Результаты работы будут оценивать те спортсмены, которые на этом стадионе будут тренироваться. Они оценили как достаточно высокий. Из всех дорожек, которые у нас положены в области, по их ощущениям спортсменов, дорожка на центральном стадионе получилась достаточно комфортной и быстрой. Поэтому надеюсь, что это и в дальнейшем позволит ребятам и качественно тренировочный процесс проводить, и проводить соревнования самого различного уровня. Была проведена полная реконструкция южной трибуны. Снесли все перегородки и магазины, которые были со стороны улицы Куйбышева. Там сделали две раздевалки и легкоатлетический манеж с ямой для прыжков. Поэтому в холодное и дождливое время там можно будет проводить тренировки. Также провели реконструкцию на северной трибуне. Сделали все необходимое – раздевалки, гардероб, буфет, инженерный зал. В ходе реконструкции мы выполнили все требования, все условия и у нас можно будет проводить соревнования по всем дисциплинам легкой атлетики. В ходе реконструкции также пришлось согласовать с Министерством спорта Российской Федерации вопрос об уменьшении зрительских мест. Изначально был заявлен объект с трибунами на 8 тысяч зрителей. В ходе работ приняли решение расширить легкоатлетическое ядро для удобства проведения как соревнований, так и тренировок. Количество мест на трибунах сократилось до 6800. К сожалению, соревнования легкой атлетов не собирают полные трибуны, поэтому, на мой взгляд, вот тех трибун, которые у нас есть, их достаточно. При том, что я говорю, мы отказались от того года для того, чтобы более качественно можно было проводить тренировки и соревнования. Также региональное спортуправление смотрит в будущее. Была приобретена машина для заливки льда на открытых площадках. Последние 20 лет в Кургане не заливалась 400-метровая конькобежная дорожка. В этом году она будет залита. Это позволит нашим конькобежцам тренироваться на стадионной дорожке в хороших условиях. Антон Тиженков, Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру